Здравствуйте, коллеги! Смотрите еще один пример цветоделения для шелкографии из моего бесплатного обучающего цикла. Список всех видео по подготовке пленок можно найти на моем сайте, адрес на экране или на моем YouTube-канале. Если после просмотра моих видео вы все-таки не справились со своими файлами или у вас не получается качественное цветоделение, то пишите мне на WhatsApp или Telegram. Телефон внизу. Ваш Александр Федяев. Итак, сейчас я хочу обсудить цветоделение и растрирование. Вот многие, даже печатники, которые уже печатают несколько лет, путают эти два процесса. Но это совершенно разные два процесса. Цветоделение и растрирование – это как теплое и мягкое. Вроде что-то похоже, но это совершенно разные процессы. Можно делать цветоделение не растрируя, а можно делать растрирование без цветоделения. Цветоделение это когда вы делите один цветной файл на несколько пленок черно-белых То есть из одного цветного файла получается несколько грейскейловых файлов А растрирование это когда вы из одного грейскейлового файла делаете битмап То есть делаете набор черных и белых точек Ну давайте разберемся сейчас это на практическом примере вот на этом корабле Значит первая часть у нас будет первое видео первая часть это у нас цветоделение А вторая часть видео обязательно посмотрите ее тоже Это будет растрирование с этим же самым кораблем И растрирование я покажу тоже несколько разных вариантов и по цветоделению несколько разных вариантов Ну вот когда мы смотрим на этот файл мы видим что здесь в принципе две краски Здесь синяя краска тонирующая, и черная краска должна быть рисующая, такая контрастная. Делать еще здесь какие-то краски смысла нет. Поэтому мы сейчас делим это на те краски, которые нам нужны. Так, ну, во-первых, начнем с чего? Во-первых, обрежем лишнее. Так, возьмем кривую, так, вот такую вот. С шифтом, чтобы она у нас была. Так, и вот так вот у нас все влезает, все, что нам нужно, так. Где у нас кривые? Вот у нас кривые. Вот у нас эта кривая. Я выделяю по этой кривой, говорю image crop. Вот, также надо обрезать все лишние края. Значит, мы говорим select inverse. И заливаем белым цветом остаток, да, то, что нам не нужно. Все, вот у нас файл. Так, и ставим размер этому файлу. Где-то 250 миллиметров. Это на шопер у нас будет, так. Мы говорим image size. 250 миллиметров. Окей. Так, поменяли картинку. Ну, и делаем ее более насыщенной немножко, так. Делаем ее чуть более насыщенной. Я люблю, чтобы картинки яркие были. Вот как-нибудь вот так вот. Левелсами. Все это делаем, соответственно, левелсами. Вот так, хорошо, да. Вот сейчас мы подготовили RGB-картинку. Сохраняем ее. Говорим файл. Save as. Ну, корабль это 3 у нас будет, допустим. В LZV мы сохраняем. LZV не портит у нас изображение. Окей. Так. Ну вот. Теперь переводим в CMYK. При этом, смотрите. Я делаю сразу копию этой картинки. Дупликает. Имидж. Дупликает. Говорю сразу копию этой картинки. Вот. И в CMYK я перевожу двумя разными способами. Смотрите. В первом способе у меня едет Color Settings. Ну, тут CMYK профайл стоит. Но здесь у меня в CMYK профайл Black Generation стоит максимум. То есть все, где можно, он будет лить черный цвет. Окей. Говорим. Имидж. Моди. CMYK. А во втором варианте мы поставим Color Settings. Black в этом же профайле. Black Generation. Те же кривые, я ничего не трогаю. Black Generation я поставлю Heavy. Да. И смотрите. Он уже тут мне к черному будет еще дополнительно добавлять Cyan, желтый и Magento. Так. Окей. Смотрите. Мы говорим Image. Моди. CMYK Color. Так. О. И смотрите, какая разница получается. Хотя это Heavy, да. Это даже не Medium. Это даже... Даже не Medium. Это у меня Heavy. Может быть... Может быть даже... Давайте, знаете что? Секунду. Сейчас вернемся. Вернемся сюда. Сделаем еще один дупликат. Чтобы три варианта было. Дупликат. Так. Вот это... Вот это мы делаем у нас Heavy. Так. А вот это мы сделаем по Medium. Мы говорим. Едет Color Settings. Custom CMYK. И делаем... Medium. Medium это те значения, которые у Photoshop по умолчанию стоят. Окей. Так. И делаем, значит... Image. Mode. CMYK. Да. И вот теперь смотрите. Я переключаю файлы. Вот это Maximum. Black Generation. Вот это Heavy. И вот это Medium. И смотрите на каналы. Насколько отличаются каналы. Да? Максимум. Смотрите. Magento, Yellow вообще. Ну практически нету. Да? Черный. Очень яркий черный. Да? Heavy. Черный уже посветлее. И начинает появляться желтый и... Желтый и Magento. И Medium. Черный становится еще более светлый. И появляются очень мощные у нас Magento и желтый. Вот в полиграфии обычно принято ставить Medium. Да? Но мы... Не оффсетная печать у нас. Да? А у нас шелкография. Поэтому я лично предпочитаю... Предпочитаю ставить Maximum. Да? Чтобы были четкие краски. Вот здесь вот у меня очень красивый черный и неплохой синий. Единственное что? Что вот мне не нравится вот в этом вот... Вот в этом вот синим. Там где много черного, да? Вот например на мачтах. Мачты прорисованы четко. Ну вот на цепях. Вот. В циане появляются дырки. Мне это не очень нравится. Знаете почему? Потому что если у меня разъедутся цвета... Вот смотрите, допустим. Ну вот я сейчас так сделаю. Допустим у меня черный немножко отъедет, да? Я возьму черный канал и чуть-чуть его отодвину в сторону. Надо сказать select all. Так. И вот теперь я черный канал чуть-чуть отодвинул, да? И вот смотрите. Когда я отодвинул черный, у меня в циане появляются дырки в этом месте. Да? Вот это мне не нравится, да? То есть как бы плохо. То есть если у нас будет небольшая неприводка, у нас появляются белые полосы. Поэтому я хочу... А неприводка в нашем деле в шелкографии, она может быть легко, да? Легко может быть. Поэтому... Поэтому что я хочу сделать? Я хочу такую хитрость сделать. Я хочу циан взять из другого файла, да? Вот я беру... Смотрите, вот в цветоделении, где у меня черный Black Generation стоит heavy, у меня в циане этого нету, да? Обратите внимание. Вот циан, он совершенно нормальный здесь, да? Здесь нету вот этих вот проплешин, да? Вот смотрите. Здесь циан с проплешинами. Сейчас я выключу вот это вот, да? Вот он, циан с проплешинами, да? А здесь проплешин нету. Вот. И вот этот канал мне больше нравится. Поэтому я сейчас сделаю такую хитрость. Я скажу select all, edit copy, так? Скопировал. Именно циан скопировал, да? Иду вот в этот файл. И сюда вставлю, именно в циан. Говорю, едет пасти. О! Смотрите. То есть у меня сейчас, как бы, циановый канал я взял с одного файла, а черный канал взял с другого файла. Единственное, что циана тут гораздо больше, да? Поэтому файл стал темный, да? Но мне никто не мешает, никто не мешает циан осветлить, да? То есть я говорю левелсы, и циан делаю более светлым. Да? Могу его вот так вот осветлить. Да? Вот. Но в любом случае у меня циан получается здесь без дырок. Да? То есть нету дырок в мачтах. Это мне вот очень нравится. Поэтому в качестве вот исходного файла я беру вот этот вот. Вот этот вот файл, который составлен из двух разных. Из циановый канал я беру из цветоделения, где Black Generation стоит heavy, а черный канал я беру из того варианта, где Black Generation стоит максимум. Вот этот вот, где Black Generation стоит medium, он вообще мне не нравится. Здесь черного очень мало. Циана очень много. Маджента, елов, они как бы мне вообще нафиг не нужны. Вот. Поэтому... Короче, вот этот я закрываю. Он мне не нравится. Так? Вот. Вот этот файл я тоже закрываю, потому что я из него взял циановый канал. Он мне больше не нужен. Вот. И остается у меня вот этот вот файл. Ну что? Можно, не знаю, посветлее немножко сделать. Ну, не знаю, надо светлее делать, не надо. Но здесь циан заканчивается на 50%. Это хорошо, на самом деле. 50% будет нормально печататься. Вот, беспроблемно. Вот. Не знаю. Но это надо с заказчиком, короче, обсуждать. Посветлее, потемнее делать. Пока оставляю вот как есть. Так? Черный канал смотрим. Давайте отдельно черный канал посмотрим. Черного здесь немножко многовато на небе. В принципе, на небе черный... Черный не нужен. Не нужен черный на небе, поэтому... Я могу... Черный посветлее немножко сделать. О, смотрите, я черный вот так вот с неба убил. Вот это пик, это небо, да? Я могу убрать его. Давайте только вместе посмотрим, два канала вместе, как они будут смотреться. А, здесь не надо. Так, кстати, yellow я заливаю полностью белым. Так, его нету. Magento я тоже заливаю полностью белым. Вот. Вообще, на самом деле, сейчас вот эти файлы мне не очень нужны, да? Я могу эти каналы удалить. Ну ладно, сейчас мы посмотрим, как бы. Я сейчас просто черный канал подредактирую. Так? Сейчас у меня редактироваться будет только черный канал. Я делаю левелсы и посмотрю, что будет, если я уберу с неба. В принципе... В принципе, хорошо. Он такой становится более яркий. Так? И в тем... Нет, ну в темных участках не буду добавлять. Тут достаточно его. Я просто удалю с неба черный цвет. Вот с неба я удалил. И небо у меня остается только голубое. Вот сейчас этот файл очень неплохо смотрится. Очень неплохо смотрится. Я его вот оставляю вот в таком виде. Да. Значит, у меня есть такое правило. Опять-таки проверяем сейчас. Каждый канал отдельно должен нормально смотреться, да? Смотрим. Черный канал отдельно. Хорошо смотрится? Хорошо смотрится. Циановый канал отдельно. Хорошо смотрится? Хорошо. Он тонирует... Ну это такой тонирующий канал. Да? Нормально он смотрится. Все хорошо. Все. Я этот файл оставляю. Желтый и маджентовый канал я удаляю. Потому что они пустые. Маджентовый канал удаляю. Вот. И у меня остается мультиканальный файл. Два цвета. Вот. Я его сохраняю. Ну это будет корабль сепаратов, да? То есть это корабль разделенный. Вот сейчас мы сделали цветоделение. Это цветоделение. Это не растрирование. Мы не делали пока растрирование, да? Мы разделили исходный файл на две краски. Каждая краска является серой, да? То есть это серые файлы. Это тоже серый файл, да? Обратите внимание, в фотошопе есть такая настройка в преференцах. Здесь вот есть такая вещь. Вот. В интерфейсе есть show color channels in color, да? Вот сейчас она у меня включена, да? И у меня синий канал показывается как синий, да? Если я ее выключу, окей. Вот синий канал у меня показывается как серый, да? То есть вот реально сейчас у меня два серых файла. Вот один серый файл. И вот один. Вот второй. Один, второй. Один у меня рисующий. Это я буду печатать черной краской. Этот канал я буду печатать синей краской. Но это два серых канала. Пока они не отрастрированы, да? То есть мы сделали чисто цветоделение.